МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на Моиспальм телеканале. В студии работает Денис Севков. И коротко о главном сегодняшнем выпуске. Первый в регионе сахарный завод появится в Сергеевке. По программе развития малых городов районный центр ждут глобальные перемены. Создание благоприятных условий для развития бизнеса. Единый реестр проверок запущен в Северном Казахстане. Девять дней в горах без связи с цивилизацией. Группа североказахстанских школьников покорила Северный Тяньшань. В городе Сергеевке начнут производить сахар, а маслозавод ждет реконструкция. В рамках госпрограммы развития малых городов проекты профинансирует государство. А вот благоустройством населенного пункта помогают заниматься местные предприниматели. О планах развития райцентра в нашем материале. Райцентр Сергеевка вошел в программу развития малых городов Казахстана. В списке таких 64. А это значит, в ближайшие годы населенные пункты ждут большие перемены. Один из грандиозных проектов строительства первого в нашем регионе сахарного завода. Однако пока руководство района не озвучивает суммы и сроки. Ожидается строительство сахарного завода и завода по производству пилетов, которые вошли уже в программу ФИР. Это республиканская программа. А вот по дорожной карте бизнеса здесь реконструируют маслозавод. Из республиканской казны выделят 150 миллионов тенге. Кстати, продукция предприятия пользуется большим спросом не только в нашей области, но и в соседних регионах. Рассчитывают в Сергеевке и на собственные силы. В текущем году активно занялись благоустройством. В этом немалую помощь оказывают предприниматели. В рамках социально-частного партнерства здесь возводят и пять фонтанов. Мы поддержали ИСИТИО Акима района по благоустройству города. Выделили средства на асфальт, закатали брючатки, фонтаны. А еще провели ямочный ремонт. Из местного бюджета выделили 8 миллионов тенге. Почти работают по благоустройству, по высадке и вырубке деревьев, очистке свалок, высадке саженцев, цветов. Около 10 тысяч цветов только посажено. По реконструции скверов, парков. Кстати, в этом году здесь реконструировали несколько многоэтажек. Провели водопровод и канализацию. Осталось построить котельную. План по благоустройству Сергеевки рассчитан на три года. Денис Севков, Владимир Боровков. Новости МТРК. Прием граждан в Петропавловске провел банковский омбудсмен страны. Со своими проблемами и вопросами к нему обратилось пятеро североказахстанцев. Какие споры сегодня возникают между банками и клиентами, узнала наша съемочная группа. В северный регион банковский омбудсмен страны в этом году приезжает впервые. Ерсерик Сеербаев проводит прием граждан. Вопросы разные. Это просьба разъяснить действующие программы в финансовых институтах, жалобы на действия банка второго уровня и обращения по пересмотру условий кредитного договора. Именно с такой проблемой пришла Екатерина Никулина. Кредит более 400 тысяч она с супругом оформила еще в 2013 в Хомкредитбанке. После развода на следующий год уже бывший муж свою часть общего долга так и не отдал. А сама Екатерина находится в декретном отпуске. Из-за просрочек на счет капает пеня. А погасить долг, говорит женщина, у нее нет возможности. В Хомкредитбанк я обращалась неоднократно, начиная с марта месяца 2014 года. Последнее мое обращение в банк было в ноябре месяце 2014 года, где я уже просто просила снять всю пеню, проценты и просто мне сделать график, как приемлемый для меня. Вы должны обратиться в суд, и суд четко вам остановит этот счетчик. А так вы никогда его не остановите. Екатерине обещали оказать юридическую помощь. Директор филиала Нацбанка Жумарт Кожрахимов объясняет, в случае возникновения проблем с выплатой кредита необходимо сразу обратиться в финансовый институт. Однако, как показывает практика, просить о помощи горожане приходят слишком поздно. После решения судов, значит, никакие органы заявления не принимают. Хотя мы стараемся даже после этого найти, просто выходим с просьбой к банкам или организовываем круглые столы, чтобы найти какие-то общие решения, чтобы облегчить и помочь заемщикам, которые попали в трудное положение. С начала года в отдел по защите прав потребителей североказахстанского филиала Нацбанка поступило 73 обращения. Помощь стараются оказать каждому, говорит главный банкер области, вне зависимости от сложности ситуации. Людмила Гонтарь – одна из тех, кто стал участником программы по рефинансированию ипотечных займов. Мне вчера позвонили, сказали, что банк одобрил эту программу, что как бы теперь, значит, я в график они мне поставят, что по 3%, что я буду оплачивать по 20 тысяч. Я настолько благодарна, вот настолько я хочу выразить слова благодарности. По 3% на 12 лет. По новым условиям ежемесячный платеж теперь не будет бить по карману, говорит Людмила. К слову, в этом году в Казахстане стартовал новый проект рефинансирования. Чтобы снизить процент проблемных долгосрочных займов, государство выделило 130 миллиардов тенге. Национальный банк через фонд проблемных кредитов уже деньги выделил банкам второго уровня. Все банки деньги получили. И сейчас идет стадия, в общем, уже рабочий момент по рассмотрению заявлений и практическому рефинансированию. Всего на приеме у омбудсмена побывали пятеро североказахстанцев. Все получили профессиональные консультации и советы опытного экономиста. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Бесплатные консультации по вопросам бизнеса. Только за этот месяц в Центры обслуживания и поддержки предпринимателей обратились более 200 североказахстанцев. Доступны коммерсантам 8 видов услуг. Какие из них пользуются наибольшим спросом, расскажут наши корреспонденты. Станислав Леус в Центре обслуживания предпринимателей клиент постоянный. Его бизнесу два года. Занимается компания утеплением труб и различных сооружений пенополиуретаном. Изготавливает бордюры и плитку. Как только возникают вопросы по развитию бизнеса, Станислав приходит на консультацию в Центр. Приходилось в дальнейшем, ранее бегать по различным инстанциям. Сейчас как бы не стало удобно, потому что могу прийти в одно место, проконсультироваться. Меня грамотно проконсультируют. Никаких вопросов в принципе не остается. Да и элементарно помощь в составлении бизнес-плана. Помощь при различном переводе счетов, денег, вообще как обслуживаться, что именно, как внутри вопросы, которые возникают у меня. В Центре обслуживания предпринимателей бизнесменам предоставляют 8 видов услуг. Три из них через аутсорсинг, оказывают специалисты двух консалтинговых фирм. Наша компания оказывает услуги по маркетингу и по менеджменту. Помогаем начинающим предпринимателям оформить документы для получения кредитов в банках второго уровня. На сегодняшний день достаточно большое количество предпринимателей обратились. Оперативно у нас работают сотрудники. У нас около 10 человек занимаются этим вопросом. Средняя разработка составляет менее месяца. В Северном Казахстане Центр обслуживания предпринимателей работает с 2013 года. Помощь бизнесменам специалисты ЦОПа оказывают по будням. Кроме того, получить консультацию сельские коммерсанты могут не выезжая за пределы населенных пунктов в местных центрах. Наиболее востребованы услуги по бухгалтерскому учету и юридические услуги. На сегодня воспользовались 215 предпринимателей. В основном их волновали вопросы налогообложения, вопросы таможенного права. И также подготовка бизнес-плана и консультации по льготному кредитованию и мерам господдержки предпринимательства. В нашей области работают более 24 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Получить консультацию и поддержку в центрах обслуживания предпринимателей все они могут бесплатно. Ксения Куценко, Ирина Панфилова, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК. Далее реклама. Оставайтесь с нами. Казградстрой. Построй объявляет о возможности приобретения квартиры в рассрочку. До конца строительства минимальная цена на начальных этапах. Отличное местоположение, развитая инфраструктура, благоустроенная территория. А главное – самый большой подземный паркинг в нашем городе. Построй свою квартиру вместе с нами. Подробности по телефону 50 08 07. Продолжаем выпуск. Современное проектирование, строительство и архитектура. В плане нации 100 конкретных шагов президент страны ставит задачу искоренения устаревших норм строительства. В 49-м пункте проекта говорится о внедрении системы, которая позволит применять в строительной отрасли инновационные материалы и технологии. Продолжит тему Кристина Горбаченко. ТО «Архстрой» проектированием занимается более 20 лет. Один из новых проектов – план реконструкции заброшенного заводского цеха. На его месте будет современный торговый комплекс. Сейчас здесь идут отделочные работы, а специалисты компаний занимаются также оформлением интерьера и фасада. Заказчик выбрал это наше место, принял решение сделать здесь современный торговый комплекс, отвечающий всем требованиям сегодняшнего дня. Обратили внимание, наверное, что он выполнен из современных материалов, сделана выразительная входная часть, уже с размещением нашей рекламы, наверное, видите, световой, их фирменный стиль выдержанный. Проектирование – самый важный интеллектуальный этап при возведении или реконструкции объекта. Все проекты компания разрабатывает в соответствии с современными требованиями, говорит Василий Стихин. Такой подход к работе определяет и один из пунктов плана нации по реализации пяти институциональных реформ. На сегодня архитектурный проектирование выходит у нас, скажем, на первые позиции, выполняя наказы президента по вопросам улучшения капитального строительства, улучшения нашей эстетики городской среды через усилия проектировщиков и строителей. Важный фактор – соответствие новых объектов архитектурному облику города. И здесь нужны квалифицированные кадры, а в Петропавловске их не хватает. Мы сегодня, как проектировщики, так и строители, страдаем от того, что у нас не укомплектован отдел главного архитектора города. Во-первых, нет самого главного архитектора города, который должен, наверное, обладать не только профессиональным, но и житейским опытом, потому что на нем наша ответственность лежит. Кроме того, специалисты архстроя откорректировали генпланы районных центров Кишки-Николь, Булаева и Талшик. Они же разработали проект реконструкции Парка Победы. Кристина Горбаченко, Владимир Боровков, Новости МТРК. Провести анализ работы Советов общественного согласия, усилить меры профилактики экстремизма и терроризма в сельской местности. Эти и другие поручения были рекомендованы соответствующим госорганам, членами Совета по связям с религиозными и объединениями. Продолжит тему Гульнара Кали. На заседании Совета по связям с религиозными и объединениями говорили о роли областной ассамблеи народа Казахстана, укреплении межэтнических и межконфессиональных отношений. Североказахстанские этнокультурные центры активно участвуют во всех социальных проектах. В этом году их было 11. В рамках акции проведены концертные и развлекательные программы, заседания Совета общественного согласия, консультации по медицинским, социальным и юридическим вопросам. Только в Таимшинском районе более 458 жителей получили социальные, медицинские и правовые консультации, а также медицинскую помощь. Заместитель Акима области Анархан Дюсенова акцентировала внимание на недочетах. Рекомендовала Наилю Салимову сделать анализ деятельности Советов общественного согласия. В области их 47. Анализ делается для того, чтобы выработать дальнейший ход работы всех совместно. Какие вопросы они там рассматривают, проведение мероприятий в рамках Ассамблеи народа Казахстана, это не только какие-то флешмобы, праздники, а это конкретные дела, конкретная работа, в результате которой мы достигаем цели, которые у нас есть в Ассамблее и выполняем те задачи, которые стоят у Реднани. Говорили на заседании о профилактике религиозного экстремизма и терроризма. О работе информационно-пропагандистских групп отчитались представители госорганов Акаинского и Мамлюцкого районов. К примеру, Акаинцы составили карту уязвимости населения. В нее вошли несколько сел, расположенных вдоль республиканской трассы из железной дороги. Это села Астраханка, Ленинска, Арлагаш, Рублевка, расположенная вдоль республиканской трассы Астана-Петропавловск. И села Токуша-Тюменка, расположенная вдоль Южно-Уральской железной дороги. По словам членов совета, зачастую профилактические мероприятия носят формальный характер. Потому важно активизировать работу и охватить более широкий круг жителей сел и райцентра. В стране запустили пилотный проект по внедрению системы ЕРСОП. Это единый реестр субъектов и объектов проверок. Нововведение во всех контрольно-надзорных органах внедряет Комитет по правовой статистике и специальным учетом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Репортаж Кристины Горбаченко. Единый реестр субъектов и объектов проверок первыми внедрили региональные департаменты по защите прав потребителей. База данных ЕРСОП выглядит как карта проверок. Проект предполагает переход к политике, предупреждение и поощрение добросовестного предпринимательства. Данный проект ЕРСОП позволит систематизировать проверки путем автоматизации процесса планирования и распределения субъектов и объектов проверок по степеням риска. Внедрение системы должно способствовать созданию благоприятных условий для развития малого-среднего бизнеса. Кроме того, должны появиться партнерские отношения между государством и бизнесом. А еще реализация проекта позволит устранить барьер, который давно существует между потребителями и предпринимателями. Данная программа позволит улучшить качество надзора и контроля и тем самым избавит от ненужной нагрузки субъектов бизнеса. Мы отошли от постсоветских пониманий, плановых проверок. То есть сегодня проверки разделены на четыре категории и субъекты бизнеса могут уже особо не беспокоиться. То есть все будет зависеть только от того, насколько они сами добросовестны по отношению к исполнению законодательства. В нашей области базу уже включили более четырех тысяч субъектов и почти шесть тысяч объектов предпринимательства. До конца года систему внедрят в департаментах по чрезвычайным ситуациям и Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности. Кристина Горбаченко, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. Другим темам. В Петропавловске прошел семинар-тренинг «Школа здоровья». Организовали его для психологов и социальных работников области. Участие в нем приняли более 20 человек. Арман Двоенды продолжит тему. «Школа здоровья» для тех, кто желает повысить свой профессиональный уровень. Пообщаться с алматинскими коллегами приехали представители медицинских учреждений из 13 районов области. От этого семинара ждут новых идей, новых воплощений. Педагоги просто отличные. Очень хорошо доносят информацию. Очень интересно. Прямо все проходит в такой, можно сказать, позитивной форме. Темы обсуждали разные. Говорили, как установить доверительные отношения с пациентом, о новых методах лечения и диагностики. А также о способах распространения болезней и профилактики. Во всех регионах проходят выездные семинары для специалистов первичного звена. В первую очередь это психологи и социальные работники, а также медицинские специалисты по вопросам организации профилактической деятельности с населением. Конечно же, это в первую очередь работа на индивидуальном уровне. Говоря о профилактической консультации, короткосрочной вмешательности по тому, как изменить свой образ жизни, отказаться от вредных привычек для того, чтобы предупредить развитие неинфекционных заболеваний. После окончания семинара тренинга каждому участнику вручат сертификат. И уже у себя в районе специалисты поделятся полученным опытом с сотрудниками и смогут применить на практике новые знания. Арман Баэнде, Роман Куценко, Новости МТРК. Молодежный слет Жастар Аулы проводится в нашем регионе. Базой для дислокации активистов стал летний лагерь Аютас в районе Шелакына. В течение четырех дней инициативная молодежь будет делиться своими идеями, проводить тренинги и мастер-классы. О веселых и активных в нашем следующем сюжете. На площадке летнего лагеря Аютас весело и шумно. Молодежь не следит за временем. Четыре часа пролетают как один миг. Ребята успевают поделиться креативными идеями и планами. Они внимательно слушают советы опытных тренеров из сферы журналистики, политики, социального управления и саморазвития. Сегодня проходит молодежный летний лагерь Жастар Аулы 2015. В данном лагере собралась вся творческая и активная молодежь Североказанской области. За эти четыре дня молодежь будет вырабатывать свои инициативы, свои какие-то идеи, выдвигать их и проводить их в своих районах, в своих областях. Молодые специалисты, приехавшие по программе с дипломом в село, начинающие предприниматели, представители рабочих профессий, а также центры молодежных инициатив и просто активные североказахстанцы. Всего около 150 человек приняли участие в этом мероприятии. Я очень рад, что смог увидеть всю молодежь, которая занимается самыми различными родами деятельности. Общаясь с ними смогу узнать гораздо больше нового. Это очень большой плюс для саморазвития, для моей деятельности дальнейшей общественной. В первый день забавные конкурсы, комичные миниатюры, песни и танцы. Здесь же презентация отрядов. Мы, ребята, пацифисты, всем поможем очень быстро! Программа рассчитана на четыре дня. Молодежь предлагает свои лучшие идеи по саморазвитию. В первую очередь это важно для личностного роста, говорят организаторы. Также ребят ждут соревнования по пляжному футболу, волейболу, а после в интеллектуальной игре «Квест». Денис Севков, Владимир Боровков, новости МТРК. На высоте более 4000 метров Северный Тяньшань покорили воспитанники городского туристического центра «Планета». В пути школьники были 9 дней, преодолели расстояние почти в 90 километров. Каково это – смотреть на мир с высоты птичьего полета? Отважные туристы рассказали моей коллеге Ксении Куценко. Девять дней в пути без связи с цивилизацией, с ограниченным запасом еды и тяжелыми рюкзаками. Это путешествие для сильных не только телом, но и духом. В этот раз 12 североказахстанцев покоряли Тяньшань. Мы взяли за это время 4 перевала и 2 ледника. И прошли еще, кстати, побывали на трех реках. Это Малая Алматинка, река Туристов и закончили по Левому Толгару. Перевал Туиксу брали мы 4130 метров. Готовились с детьми предварительно. Перед этим ездили немножко в другие районы, где горы пониже. Этот горный маршрут не из простых. Весь год ребята изучали теорию скалолазания, страховки и другие секреты выживания в дикой природе. Большое внимание техники безопасности. Туристское снаряжение проверяли несколько раз. Тросы и карабины не должны подвезти. Это может стоить жизни. Для подъема, допустим, на гору используется жумар, специальное устройство. Отстегиваешь ус, пристегиваешь жумар к усу, блокируешь. И когда поднимаешься наверх в гору, двигаешь вперед. Если сорвался, он просто натягивается и вниз не идет. Весит все это альпинистское снаряжение больше пары килограммов. А ведь за плечами еще был огромный рюкзак с самым необходимым. Нам приготовили список, по которому нужно готовиться памятку. По этой памятке готовились, чтобы лишнего ничего не брать, чтобы было как можно легче идти. В зимнюю обувь, в кроссовке, в которой будем идти, две пары штанов, две пары футболок, две кофты, теплую зимнюю куртку, шапку, перчатки. Килограмм 25-26 было. Еще давали еду, которую несли, и в определенные дни ты ее отдаешь, и легче потом. Маршрут ребята преодолели без происшествий и, говорят, помогал командный дух. Сегодня, когда почти 90 километров пути позади, вспоминаются только хорошие и интересные моменты. Например, как несколько раз видели сход лавины, как преодолевали ледники, какая вкусная родниковая вода. На память сотни фотографий, но они не могут передать всей красоты природы Казахстана, говорит Ксения Иванова. А еще в дороге исчезает страх и появляется азарт, вспоминает девушка. Хочется идти дальше, покорить следующую вершину ради волнующих ощущений на высоте птичьего полета. Чувствуется то, что человек все равно бессилен перед природой. В отличие от того, как мы в городе чувствуем свое превосходство в мире, на самом деле мы беспомощны. Это отдых в первую очередь, потому что именно активным отдыхом достигается настоящее наслаждение от жизни. Летом туристический центр организует для школьников походы в разные уголки Казахстана. Сейчас еще одна команда собирается в Зеринду. Ксения Куценко, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. И на этом у меня все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Прогноз погоды на пятницу 31 июля. Ясно-ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 25, плюс 27. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!